Великий Новгород Это реконструкция новгородского процесса, военного трибунала, который прошел здесь 70 лет назад в декабре 1947 года. Жители Великого Новгорода объединились, чтобы воссоздать все детали того исторического события, последнего открытого процесса над нацистами на территории России. Люди просто сами собрались и ее сделали. То есть это было движение души тех людей, которые в этом участвовали. Это же грандиозная постановка. Ее не с чем даже сравнить, нет аналогов. В проекте приняли участие около 60 человек. Писатели, журналисты, предприниматели, учителя. Профессиональных актеров немного. Я подходил к человеку и говорю, слушай, вот мы начинаем новый проект, он будет тяжелый, он будет необычный. Не хотел бы попробовать. У каждого участника свои счеты с войной. Дед погиб на территории Польши 8 марта 1945 года. Папа был командиром роты, он блокадник. Четыре ранения, две контузии. Участие в войне принял мой прадедушка. И он дошел до Берлина. Мой прадед погиб при обороне Сталинграда. Конечно, это и моя история. Было преступление. А за преступлением последовало наказание. И процесс это наказание. Заседание военного трибунала Ленинградского военного округа объявляется открытым. Слушается дело. Герцога Курта, генерала артиллерии, бывшего командира 38-го армейского корпуса. Доблера Петера, лейтенанта, бывшего командира группы полевой жандармерии комендатуры номер 607. Хаппе Фрица, штаб с Фельдфебеля, бывшего... Судил нацистов военный трибунал Ленинградского военного округа. Псковская Новоросская область до Великой Отечественной войны и в период Великой Отечественной войны входили в огромную Ленинградскую область. На скамье подсудимых 19 военных преступников из Вермахта, от генералов до Фельдфебелей. Всем нацистам вменялись прежде всего убийства мирных граждан, стариков, женщин и детей. Массовые убийства, истязания, угон в плен в немецкое рабство мирных советских граждан, грабежи, бессмысленное разрушение городов и сел на территории Новгорода. Когда 20 января 1944 года советские войска вошли в Великий Новгород, там оставалось всего 50 человек. Город разбит до основания. Церкви все покорежены. Одни руины, заросли, тут и снаряды. Здесь чего только не было. Колючая эта проволока вот так вот в рулодове валялась. И эти ящики из-под патронов. Было все заминировано. Люди возвращались из эвакуации в родной город. Но жить им было негде. Ютились в разрушенных домах, подвалах, землянках. Это был октябрь месяц. Время дойдет к холоду. Ой, это вообще кошмар. Зима кое-как зимовали. Зима была суровая. Лидия Алексеевна Обросимова. Сегодня единственный свидетель новгородского процесса. Она все видела своими глазами. Это был 47-й год. Я уже два года работала. Говорят, Лида, ты у нас самая молодая, ты капсовалка. Будешь какие-то процессы. Я, конечно, каждый день ходила. У меня место было на балконе. По фактам преступления в деревне Горушка Дновского района, прошу вызвать свидетеля Беляева. Разрешай. Были допрошены 36 свидетелей, давшие показания о злодеяниях гитлеровца, поскольку они являлись очевидцами. Свидетель, расскажите, когда это было? 4 января 1944 года. В этот день немцы собрали всех граждан деревни, женщин, стариков и детей, но в том числе и я была с пятью детьми. Поставили шесть пулеметов, начали расстреливать, потом еще в груду трупов бросали гранаты. Спасибо. Ну, детей сразу убила. Маленькая только вскрикнула и упала. А меня еще ранило в голову. Я потеряла сознание, сколько так это пролежало, я не помню. Начнулась. Смотрю, немцы носят солому, забрасывают этим трупы. В солому то подожгли. Я хотела встать и забрать своих девочек, чтобы они не сгорели. Не смогла. Сколько еще в деревне было расстреляно детей? Все дети и все матери. Человек триста. В тот день немцы убили и сожгли. И деревню всю сожгли. Фрагмент очень тяжелый. Если бы там было написано не о девочках, а о мальчиках, а у меня два сына, я думаю, что я бы на сцене просто падала. Обвинение на процессе представлял прокурор Виктор Стреколовский. Он был прокурором одной из районных прокуратур на Новгородской земле. Поэтому он знал, что здесь было до войны и что стало после войны. После изгнания... Человек мужественный, очень умный, вдумчивый. Никто не хотел из преступников попасть на скамью подсудимых. Никто не хотел понести за это наказание. Поэтому юлили, выкручивались, уменьшали свои какие-то грехи, которые нужно было здесь на процессе вытащить. Защиту подсудимых проводили 8 человек. Да, у нацистов были адвокаты. Каждому из обвиняемых был предоставлен профессиональный защитник-адвокат. И обвиняемые могли выдвигать свои защитные версии. Я хочу обратить внимание о суда, что подсудимый Ландровец не на предварительном. У адвокатов у них было очень большое внутреннее противоречие. Такой внутренний конфликт, конфликт личного и профессионального. Есть ли вопросы к подсудимому со стороны защиты? Эти люди тоже, наверное, потеряли родных и близких на этой страшной войне. Но они тоже выполняли свою работу. И это показывает силу духа народа в 1947 году. Убийство мирных жителей подсудимой объясняли так. Все местные так или иначе были связаны с партизанами. Партизаны были везде. Где есть лес, там есть партизаны. Где есть мирное население, там есть партизаны. Чтобы уничтожить кормовую базу, вот немцы и сжигали деревни для партизан, убивали мирное население. В начале февраля 1944 года утром я проснулся от стука в дверь. Меня и еще пять советских граждан доставили в Бижанинскую комендатуру. На столе у штаба с фельдфебеля, который меня допрашивал, лежала резиновая палка, обвитая колючей проволокой. Меня обвиняли в связях с партизанами. Штаб с фельдфебель вскакивал из-за своего рабочего места и бил меня резиновой палкой. Когда я терял сознание, немцы обливали меня водой. Я приходил в себя, кое-как поднимался, и допрос продолжался. Пытали очень долго и мучительно. Самое худшее, что может быть, это упиваться злом. Вечером нас связали и быстро погнали к небольшой возвышенности, которую местное население называло солдатской горкой. По дороге били прикладами, заставили раздеваться догола и выводили на горку. Раздавали залпы из автоматов, пистолетов, винтовок. Люди падали. Тот немец, который бил нас в жандармерии, в упор выстрелил в меня. Сознание я не потерял. Пуля попала в правую щеку и вышла через левый глаз. Я почувствовал, что падаю в яму. На меня падали трупы. Я услышал слова на плохом русском языке. «Уже закапываете?» А я хотел отрезать им конечности. Ямы забросали снегом. Я услышал шум отлежавшей телеги, на которой немцы увозили трофеи, нашу одежду. Я перенес родовую травму, две клинические смерти. И в связи с этим плохо вижу. А мой герой, он как раз имел ранение в голову ужасное, почти несовместимое с жизнью, но чудом выжил. Как и я, в общем-то, мог и умереть. Сможете ли вы назвать имена этих немецких палачей? До самой смерти запомнил звериную морду штабсфельдфебеля. Здесь, на процессе, увидел его и узнал его фамилию. Это своего рода мужество, вызов. Он носил все вот эти годы после войны, до 47-го года до суда. Вот это кошмар. Кульминация этого кошмара – это вот встреча со своим палачом. Кроме партизан действовало и подполье. Девушка около 18 лет, Клава Назарова, будучи комсомолкой, решила, что надо бороться с оккупантами и создала подпольную организацию. Опеднила вокруг себя своих друзей, таких же юных комсомольцев. Их выдали предатели. Все это подполье было захвачено нацистами. Клавдию Назарову пытали, жестоко избили. Ничего не добились, она никого не выдала. В связи с мужеством, которое было проявлено Клавдией Назаровой, она была удостоена звания Героя Советского Союза. В декабре 42-го Клавдию Назарову и еще четверых повесили прилюдно на базарной площади города Остров. Вы их приказали повесить без всякого суда? Без суда. Значит, советские люди расстреливались в комендатурах без всякого суда по бригаду подсудимого ЗАССа. И лично я расстрелял только 100 человек. И прошу суд учитывать эту цифру. Если вы считаете, что этого мало, мы можем зачитать фамилии всех расстрельных. ЗАССа, комендант полевой жандармерии, приказал расстрелять 90-летнего и 100-летнего стариков. Просто сказал, они уже пожили и нечего здесь делать на этом свете. Нашу деревню немцы сожгли. Горело все со всех сторон. После пожара мы... мы увидели жуткую картину. Нас выгнали из домов и начали расстреливать. Человек 300 тогда убили. А потом стали жечь. Я лежал среди убитых И таким образом Спас У часовни Лежала мертвая соседка С четырьмя убитыми детьми В погребе Заживо сгорели две семьи В траншеи Бежали три мертвые старушки А что сделали немцы С твоими родными? Маму и... И братишку Павушу Они... Они застрелили Моему герою на тот момент На момент суда Было 13 лет И мне столько же было Сколько ему Я Пересматривал очень много материалов Чтобы узнать Каково это Потерять всех Тяжко Я все время Представлял Историю этого мальчика Вот этого мальчика я хорошо помню Потому что это было вообще ужасно Плакали Народу, конечно, был полный зал Процесс Новгородский проходил В восстановленном здании Филармонии На территории Новгородского Кремля Он умещал 600 человек Но явно недостаточно было места И поэтому была организована Радиотрансляция процесса Безусловно, важно То, что он был открытым Важно для тех людей Которые здесь жили Которые это все пережили Для памяти тех людей Которые не пережили Вот эту оккупацию Основным подсудимым на процессе Был генерал артиллерии Бывший командир 38-го армейского корпуса Курт Герцог С 18 лет пошел в армию В 19 стал лейтенантом И всю жизнь Он был кадровым военным Война это его работа Подсудимый Герцог Следствие установило Что вы принимали участие В Первой мировой войне Против России Генерал Курт Герцог Был еще участником Компании против России Во Первую мировую войну И уже имел опыт Преступлений на этой земле И в принципе Он мог бы отказаться От участия В новой кампании Против России Но он этого не сделал Хотя мог и по состоянию здоровья И по уже возрасту В качестве генерала артиллерии Курт Герцог командовал Обстрелами пригородов Ленинграда И участвовал в установлении блокады Курт Герцог Наносил артиллерийские удары По Ленинграду Разрушил Почти полностью Разрушил Петергоф Разрушение Петергофа Было одним из пунктов Обвинения Курта Герцога На новгородском процессе В обвинительное исключение В приговор Вошли эпизоды Связанные с Петродворцом С Петергофом Когда он устроил По сути пожар Своими обстрелами А его подчиненные Потом еще участвовали В разграблении Этого места Нацисты пытались Не только Захватить исконно русские земли И поработить Население Они также пытались Стереть с лица земли Все основные святыни Памятники истории Культуры, архитектуры К середине сентября 1941 года Подразделения вермахта Прорвались к Финскому заливу И вскоре захватили Петергоф Линия фронта Разделила город На две части Большая часть дворцов И парков Петергофа Оказалась на территории Занятой оккупантами Из-за стратегически Важного расположения города Воюющие стороны Вели за него Ожесточенные бои Линия фронта Пролегла тогда По границе Музея-заповедника По западной его части Как раз Которую мы можем видеть Здесь Вот в районе Купеческой гавани Вся эта местность Она представляла Сплошной укрепрайон Немецкий То есть немецкие войска Построили здесь Большое количество Блиндажей, землянок Здесь были вырыты Ходы, сообщения Дворец Морли Личная резиденция Петра Первого Был полностью разрушен Сильно пострадал И большой дворец Его уничтожил пожар Фактически Дворец сгорел 23-25 сентября 41-го года В ходе боя По захвату Нового Петергофа Немецкими войсками И затем Горел в течение Двух дней Из примерно Четырех тысяч Музейных предметов Которые были в нем На начало войны Было спасено Полторы тысячи То есть Чуть больше трети Все остальное К сожалению Погибло Оставшиеся В Петергофе Предметы искусства Были в основном Либо разворованы Солдатами вермахта Либо уничтожены Часть ценностей Немцы вывезли Организованно Этим занимался Оперативный штаб Розенберга Нацисты подвергали Планомерной селекции Не только людей Но и художественные Ценности При занятии Петергофа Немецкое руководство Очень четко Разделило все памятники Культуры На две категории Так сказать Образцы арийского искусства То есть немецкого И связанного с ним И не арийского Поэтому фонтан Нептун Выполнен немецкими Мастерами Сразу же привлек Всеобщее внимание То есть они четко решили Что фонтан надо вывозить Фонтан Нептун Был объектом Идеологического значения В свое время Павел Первый Купил его в Нюрнберге Именно в этом городе Потом нацисты Проведут свои первые Партийные съезды Туда Нептуну И предстояло вернуться К остальным скульптурам Немцы интересы не проявили Даже к знаменитому фонтану Самсон Раздирающий пасть льва Большой каскад был разрушен Часть скульптуры Была похищена В частности Статуя Волхов Нева И конечно же Статуя Самсон И предполагается Что они пошли На переплавку Поскольку были выполнены Из бронзы А этот металл В годы войны В общем-то Ценился для военного производства После войны Фонтан Нептун Нептун вернулся В Петергоф В конце 47-го года Его обнаружили В американской зоне Оккупации И передали Советскому Союзу А вот Самсона пришлось Восстанавливать полностью Из всех дворцовых комплексов Пригородов Ленинграда У Петергофа Оказалась Самая трагическая судьба Да Пожалуй Петергоф Испытал наибольшее Разрушение Во время войны И как сказал Впоследствии Уже в 44-м году Жданов В своем докладе От города Осталась фактически Только одна вывеска Я прошу вызвать Военнопленного Пильхау Работавшего В отделении 1С Штаба 28-го корпуса Допросить его В качестве свидетеля Что вам известно О массовых расстрелах В жестяной горке Это место Где каратели Убивали мирных граждан Любых национальностей И русских И евреев И цыган И кого угодно Курта Герцога Обвиняли в том Что по его приказу В деревнях Черная и жестяная горка Батецкого района Новгородской области Было расстреляно Почти 4 тысячи человек Он уверял Что тайная полиция Действовала без его ведома Стоял намертво Не знал Не участвовал Приказа не отдавал Расстрелы проводились По приказу подсудимого Герцога Принимавшего участие В обследовании могил Где захоронены Замученные немцами Советские граждане Военный трибунал На месте постановил Ходатайство Государственного обвинителя Удовлетворить 51 год ему Он профессор Один из ведущих в мире На тот момент Специалистов По По пулевым ранениям Свидетель Вы лично Принимали участие В эксгумации Принимал Я сам Своими руками Перебрал Не один десяток тысяч Трупов По результатам Эксгумации В ямах Могилах Мы обнаружили Не менее Трех тысяч Семьсот Трупов Захоронения Они были вскрыты В ноябре 1947 года На территории Батистского района Там Множество было найдено Мирных жителей От Стариков До детей В том числе Грудных детей Смерть этих людей Насильственная Она последовала От Тяжких Смертельных Телесных Повреждений Сквозных Огнестрельных Пулевых Ранений головы Шеи Груди Женщин Детей Ставили на колени Затылок Стреляли На фабрике Производственной Кроме того Людей били Режущим И рубящим Оружием Тупыми Тяжелыми Предметами По голове Ломали Реберные дуги Во многих местах Это следы Повреждений Какими-то Тупыми Предметами В виде Сильных Коротких Ударов Как то Ногами Обутыми В твердый Сапог Ударом Приклада И тому Подобное Он Понимает Прекрасно Какие страдания Испытывал человек И он Понимает Что если Останки Они лежат Со скрюченными Руками То людей Закапывали Это живыми Подростков Девушек Мужчин И женщин В возрасте До 65 лет Рубили тесаками Шашками И штыками Винтовок На что указывает Ровные края Поврежденных костей Можно еще Долго Рассказывать Я не могу Больше Говорить Он не смог Закончить Свои показания Ввиду Сильного Эмоционального Перенапряжения Я благодарю Свидетеля Одномоментный Концентрат Боли Страданий Естественно Человеческая Психика Кажется Даже у закаленного Человека Она Не В состоянии Это Переварить Тогда В 47-м Количество Жертв На жестяной Горке Было Установлено Приблизительно Был вскрыт Только один Могильник Стоял Ноябрь Земля Промерзла Работа Двигалась Медленно Были выкопаны Небольшие Ямы Поднятые Останки Разложены На Простанях Размеры Одной Ямы Экстраполировали На Общее Захоронение То есть Пытались Примерно Посчитать После Войны Кэксгумации Не возвращались Не до того Было История Жестяной Горки Получила Новое Страшное Продолжение Лишь Недавно Поисковики Обнаружили В этом районе Останки Нескольких Десятков Человек Рядом С поклонным Крестом Который Много лет Назад Поставили Здесь Местные В память О погибших В годы Окупации От этого Поклонного Креста Мы начали Исследовать Территорию В радиусе Километра Полтора Здесь Были найдены Первые Останки Как оказалось Это мирные Жители Из первого Могильника Достали Около Тридцати Человек Потом Нашли Второе Захоронение Самодельное Кладбище Здесь Не расстреливали Свозили Тех Кого Убивали По всему Району Сюда Свозились Мирные Граждане Это И подпольщики И партизаны И семьи Коммунистов И Значит Военнопленные Солдаты Только В этом Карьере Найдено Уже Больше Пятисот Человек Когда ты Видишь Скелеты Детей 100 сантиметров Ростом 120 130 Понимаешь Это дети Такие же дети Как у нас У каждого В частности Было обнаружено Около Полусотни Останков Которые По ростовым Параметрам Соответствовали Возрасту Детей Примерно 10-11 лет Расстрелы Производила Тайль Команда Подразделение Полиции Безопасности СД Данное Полицейское Подразделение Было сформировано В Прибалтике Возглавляли его Два немецких Офицера На центральной Улице Деревни Находились Два дома Где располагались Штабы Этого Карательного Подразделения Вот один Из них Сюда Свозили Всех Неугодных Новой Власти Здесь Допрашивали То есть Пытали А потом Убивали Тут же После войны Во дворе Этого дома Было обнаружено По архивным данным Не менее 30 человек Расстрелянных Мужчин и женщин Как мы видим Данный дом В настоящее время Является нежилым И Как я понимаю Место здесь Такое Что Никогда Жить здесь Люди больше Не будут И не смогут По имеющимся данным Могильников В этой местности Было шесть Следственный комитет Продолжает Поиски Пяти Остальных Могильников И похоже Количество Жертв Будет намного Больше Чем заявлено На новгородском Процессе Общее количество Расстрелянных Мирных граждан Он соответствует Примерно Пяти тысячам Человек То есть Данное количество Находится В земле Вокруг Нас На этой территории Работа Предстоит Непростая За послевоенные Годы Местный ландшафт Сильно изменился Во время Великой Отечественной Войны В 41-43 Годах Это место Было полем Проводимые Работы Серьезно Осложнены Рельефами Местности Вся территория Заросла И вняком И молодым лесом Сначала Просеку Пролагает Тяжелая техника А именно Урал После этого На этих местах Проходят Специалисты Которые щупами Протыкают землю И пытаются Установить Местонахождение Останков Погибших Мирных жителей В 2019 Году Следственный Комитет России Возбудил Дело по факту Геноцида Мирных жителей Новгородской области В 1942 Мы тоже должны Поименно знать Насколько это возможно Кто там лежит И кто это делал Я считаю Что это справедливо Свидетель Ефремов Что вы знаете О расстреле На реке Полисть В декабре 1942 года К нам В деревню Починок Что в Белебелковском районе Прибыл Отряд Карателей Все население Деревни От мала До велика Согнали На лед Реки Полисть Потом туда же Пригнали И население Соседней деревни Пучково Немцы По обеим сторонам Реки И прямо В лоб толпе Установили Три пулемета Офицер Дал команду И Пулеметы Застрочили Мы с женой Тогда Сразу Упали на лед Это нас И спасло И так они пролежали До вечера Среди трупов Лежали Мерзли И когда Стемнело Доползли до леса И там Выбирались Среди расстрелянных Были и дети Каратели Ходили Добивали раненых Людей Которые Лежали на льду Одна девочка Не выдержала И стала Начала просить Карателя Не убивать Ну он ее Выстрелил в лицо А потом Немецкое Руководство Решает Спрятать следы Путем Обстрела Из танка Чтобы лед Провалился И вода Поглотила все тела Но они стреляют Стреляют Лед очень прочный Тела не проваливаются Махают рукой Так и уходят Известен ли вам Кто-либо Из подсудимых Полковник Вернер Финдайзен Возглавлял карательный отряд Ост батальон Шелонь В него входило 10 рот В каждой было не менее 100 человек Это был самый большой батальон Карательный В состав его входили Перебежчики Предатели Изменники родин Из числа Красноармейцев А также Из числа Мобилизованных В добровольном порядке Мобилизованных В ряды Германская армия Почти в каждом Населенном пункте Они оставили Свой кровавый след Именно там Где были сильны Партизаны Именно там Где было Сильно сопротивление Именно там Больше всего Злодействовали Каратели Финдайзен Приказывал Выполнял Командир Роты Александр Рис Отъявленный садист Головорез С извращенными Наклонностями Это Капитан Советской армии В первом же бою В 1941 году Под Идресой Псковской области Сдался плен Был направлен В батальон Шелонь Командовать ротой То есть Они были должны Уничтожать Своих же Сограждан Нацисты Это очень поощряли Разделяя властвую Был принцип у них В одну из деревней Прибыв С подразделением Своим Рис приказал Всем построиться Жителям И сказал Что немецкая армия Принесла На территорию России Новый порядок Кто не собирается Подчиняться Этому порядку Будет уничтожен Для устрашения Он Избил Ногами Двоих мужчин Пожилого возраста До полусмерти А после этого Приказал Одному из карателей Нарезать Из еще живых людей Ремней Из кожи Расскажите Пожалуйста О том Какие разрушения Вы увидели В Новгороде Прибыв туда В качестве Члена Чрезвычайной Государственной Комиссии В феврале И марте 44-го года Когда мы Приехали В Новгород Который Славился Своими Древними Храмами То увидели Что не осталось Ни одного целого А что именно Было сделано С этими храмами Была взорвана Церковь Флора и Лавра Постройки 14-го века Разрушена Церковь Спаса На Нередице Погибла Всемирно известная Ее роспись 12-го века Софийский собор Построенный При князе Владимир Ярославича В 11-м веке Уничтожили Да что говорить Об отдельных храмах Всюду Куда не придешь Сердце обливаются Кровью При виде кощунства Грабежа И бесчинств Людей Которые на всю Европу Кричали о своей культуре Презирали все человечество Говорили Что они веруют В Господа Бога Где же их вера Они все были верующими Они были христиане Как человек может Приступить Ту черту И что его заставляет Это делать Мне кажется Что это беззаконие Беззаконие В высшем понимании То есть приступаются Основные принципы Человеческие Адольф Гитлер Хотел стереть Не только нашу Страну С карты мира Но и нашу историю И нашу идентичность И Для них было важно Не оставить никаких следов Здесь того Чем мы можем гордиться Население должно было Превратиться в рабов Бесправных Да Зачем этому населению Видеть Памятники Своей истории Знать о событиях Своей истории Эта часть была пропагандой Стирание национального достоинства Вы подтверждаете Что по приказу подсудимого Было снято золото С куполов Софийского собора У адъютанта Генерала Герцога Подполковника Фибон Хранились золотые вещи Пепельницы Вилки И много других Разных предметов Я слышал Что эти предметы Были сделаны Из золота Которые были сняты С куполов Софийского собора Который находился В Кремле Я лично Присутствовал Когда он вручал Золотые пепельницы Офицерам Которые Уходили в отпуск Или переводились В другую военную часть Он поощрял Таким образом Наиболее отличившихся Карателей В борьбе с партизанами В уничтожении Мирного населения Вот этими вот Партигарами И пепельницами Что вам известно О демонтаже Памятника Тысячелетия России В делах отделения 1С Хранилось Письмо Бургомистра Инстербурга Которое Я лично читал В этом письме Бургомистр Благодарил Благодарил генерала Герцога За подаренный ему Памятник Тысячелетия России И обещал установить Его в подходящем месте Памятник был разобран Для отправки в Германию По приказу Генерала Герцог Герцог разобрал Варенским образом Распилил Памятник Тысячелетию России Это памятник Общенационального значения Он создан В 1862 году Открытый царем-освободителем Александром II Он, конечно же Олицетворял Многовековую историю России И вполне укладывался В нацистскую идеологию По уничтожению Всего, что с этим связано Бывший немецкий город Восточной Пруссии Истенбург Куда герцог Намеревался Отправить памятник Тысячелетию России Теперь называется Черняховск Именно генерал армии Иван Данилович Черняховский Освобождал Новгород И его именем Назван этот город Инстенбург Признаете ли вы Шестеро обвиняемых Полностью признали свою вину Карл Зассе Я Игиштея Майна Шультайн Да, я признаю свою вину 12 подсудимых Частично Вернер Финдайсен Их бенникс анален Дизенцербрэксен шутит Да, виноват мне во всех преступлениях Финдайсен избрал Очень распространенную сегодня Позицию Все виноваты, кроме меня Все виноваты Виноваты те, кто отдавал преступные приказы Виноваты еще и еще и еще Виноват следователь и переводчик Которые оказывали на мне давление В процессе я дал указания под давлением Единственным, кто не сознался ни в чем Он был Курт Герцог Курт Герцог Нет, я не признаю себя виновным ни по одному пункту обвинения Я не виновен Он не мог признать вину Потому что он действовал у его логики абсолютно правильно и верно Это война в церкви, но не специально Это случайно Памятник, это трофей Ну, жертвы Куда на войне без жертвы Деформация личности Эти генералы Все в такие погонах На них, конечно, смотреть было очень неприятно Тяжеловато Потому что Было ве-то, знаете, все-таки Вот это страдание людей Знаете как А ребятишек сколько погибло Граждане судьи По следственным актам и документам Убийцами было расстреляно Повешено Заживо сожжено Замучено в тюрьмах и лагерях 34 555 советских граждан Новгородской и Псковской областей Угнано в рабство 316 тысяч мирных жителей От 12 до 35 лет Которые могли выполнять работу В рабский труд Во имя памяти тех, кто погиб В борьбе за свободу и независимость нашей Родины Каждый из 19 подсудимых Заслуживает смерти Никому не уйти От справедливого возмездия Слово предоставляется стороне защиты Мы видим перед собой жертв гитлеровской пропаганды Еще до нападения на Советский Союз им внушили Что здесь живут низшие существа Достойные лишь быть рабами На принадлежащих им захватчикам землях Мы должны быть снисходительны к подсудимым настолько Насколько нам позволяет наше право Право победителей В зале, конечно, было полное неприятие От того, что этот человек говорил И даже после нашей реконструкции Ко мне подходили люди Даже которые были со мной знакомы И говорили о том, что у них Я, моя речь Вызывали отвращение И непонимание Именем Союза Советских Социалистических Республик С 7 по 18 декабря 1947 года Военный трибунал Ленинградского военного округа В открытом судебном заседании В городе Новгороде Рассмотрел дело о злодеяниях Немецко-фашистских захватчиков Все 19 подсудимых были признаны судом виновными В качестве меры наказания Каждому была назначена мера В виде лишения свободы На срок 25 лет Это было связано с тем Что в соответствии с действующим На тот момент процессуальным законодательством В Советском Союзе не применялась смертная казнь Конечно, где мысли были Чтоб их расстреляли Столько горе и страдания принесли Еще их оставлять живых Но тогда, видите, отменили вот этот острел Да, конечно, эмоции многие переполняли Выкрики смерт были Были недовольные люди Они заслуженного наказания не понесли, как мне кажется Но говорят, что если человек долго кого-то мучил Пускай и сам помучается Их отправили в Воркутлаг Там было создано специальное отделение Для военных преступников иностранцев Нам известно, что кто-то из них умер в лагере В частности, генерал Курт Герцог Другие, более молодые Осужденные По указу Президиума Верховного Совета СССР От 1956 года Были репатриированы в ФРГ Они подчеркивали свою невиновность Говорили, что они оговорили себя и других Под давлением Процесс был несправедлив Суд был неправым Большинство карателей из батальона Шелонь Было передано из английского сектора советским властям Однако многим удалось скрыться на Западе Например, тот же Рис Это командир батальона Шелонь Проживал в Гривленде, США На неоднократные запросы о выдаче советского правительства Американская сторона отвечала отказом И вот он дожил до старости И умер, не будучи наказанным Приговорил к заключению в исправительный трудовой лагерь На 25 лет каждого Зачем им, благополучным современникам Погружаться в материалы процесса Пропускать через себя горе и бесконечную боль Тех, кто жил здесь в годы войны У нас в стране нет ни одной семьи Которая не была бы связана с Великой Отечественной войной Это наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки И все мы выросли в стране, которая пережила вот эту боль Я бы не хотел, чтобы память об этой боли Прервалась на нашем поколении В Леничке, в своем личном Я написал, посвящается дедам Вот и все Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»